Всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу об ошибках суда с размером наказания. Самая распространенная ошибка это когда суд не учитывает одно из смягчающих обстоятельств. Проверяйте описательную часть и ищите упоминания смягчающих обстоятельств. Далее смотрите мотивирующую часть, где суд указывает те нормы, на которые он ссылается при назначении размера наказания. И нужное на место начинается с фразы «при назначении наказания суд учитывает». Отсутствие указания на эту норму и будет являться нужной нам ошибкой. Теперь мы можем утверждать в жалобе, что суд нарушил требования части 4 статьи 307 УПК и назначил наказание исходя из максимума, не учитывая ограничения в 2 трети. Информация о неучтенных смягчающих обстоятельствах может быть не только в тексте приговора. Бывает так, например, что эти смягчающие обстоятельства указаны в обвинительном заключении, но суд их не учитывает. И это является нарушением. Любое свое решение суд должен обосновать и мотивировать согласно части 4 статьи 307 УПК. Бывают еще и арифметические ошибки. Тогда стоит провести перерасчет с учетом всех указанных смягчающих обстоятельств в приговоре. Все смягчающие обстоятельства являются открытыми. И если суд посчитал обстоятельства таковым, то оно обязательно понижает наказание. Если в результате последовательного применения всех пунктов суд назначил наказание, точно соответствующее уже пониженному от максимального, и при этом судом было учтено любое, даже незначительное смягчающее обстоятельство, это является ошибкой согласно статье 61 Уголовного кодекса. Смягчающее обстоятельство любое должно учитываться и снижать срок хотя бы на месяц. При его наличии не может быть назначено максимальное наказание, даже если это наказание и так было понижено с учетом всех вышеуказанных понижающих коэффициентов. Смягчающее обстоятельство в таком случае снижает наказание, даже если оно назначено ниже низшего предела. Может быть немножечко сложно, но если у вас остались вопросы, пишите нам в личные сообщения или оставляйте свои комментарии под данным видео. Всем удачи в делах, пока! Субтитры сделал DimaTorzok